итак мы снова с вами это старток космические вопросы и с нами конечно же чак чак как тебя найти в твиттере чак на из комик да верно я знаю что ты там публикуешь актуальные новости и так что там есть над чем посмеяться и мой друг и коллега из великобритании брайан кокс который отправился в турне по сша и немного по канаде он посетит десятки городов со своим масштабным театрализованным шоу у тебя есть какое-нибудь название для него что насчет все что вы хотите знать о своем месте во вселенной да она называется горизонты и сзади у меня находится постер билли коннель и кажется с этой стороны и вы можете найти расписание программ просто перейдите на brian.cox.uk и там все будет каждый эфир будет представлять из себя огромное визуальное зрелищное представление где брайан расскажет и покажет вам вселенную поэтому удачи тебе брайан итак мы остановились на описание червоточин и я просто обязан поведать вам эту историю брайан ты просто слушай пока я разговариваю с чаком чак представь я нахожусь в лондоне и приглашен в качестве гостя нашего брайана где мы разговариваем о путешествии в космосе и об исследовании космоса и него полон зал все из великобритании и меня они не так хорошо знают но они все отлично знают брайана но они знают что я американец и я рассказываю о космических путешествиях в будущем я говорю что нет химические ракеты не сработают для них нам нужны вар двигателей в идеале червоточные в это время скрикивает брайан говоря что червоточные являются нестабильными мы не можем использовать их для путешествий и он был абсолютно прав но сейчас не об этом о том что публика ты помнишь что они сказали они сказали вот поэтому американцы и совершают открытие у них так много оптимизма именно поэтому они полетели на луну а мы застряли здесь в лондоне и с того момента брайан твоя аудитория перешла под мое крыло ты потерял их им понравился мой энтузиазм сначала я подумал что это лишь моя особенность но потом я осознал что в принципе все американцы такие поэтому брайан как можно было бы использовать червоточные для путешествия назад во времени если бы такое было бы возможно да если бы они были стабильны или если бы мы их могли каким-то образом стабилизировать то мы могли бы их использовать как машины времени но это маловероятно однако правда является то что у нас нет квантовой теории гравитации и следовательно нет понимания слияния относительности и квантовой механики что нам необходимо понимать для ответа на данный вопрос и физики указывают на то что никаким образом мы не можем строить вселенную мы все смотрели назад во будущее и знаем какой парадокс может происходить когда ты путешествуешь во времени но я думаю что если вы надавите на физиков и скажете не будьте такими формальными как я и не говорите что мы не знаем квантовой гравитации я думаю что они скажут хорошо мы предполагаем что законы природы будут таковыми что большие макроскопические червоточины просто не смогут быть стабильными так по моему мнению будут думать большинство физиков но ты упомянул интерстеллар и кипа торна он один из мировых экспертов по данному вопросу и он утверждает что мы бы могли обойти это и иметь вселенную с возможностью путешествовать во времени избегая различных столкновений если бы в нашем мире не было свободы воли иными словами вселенная сама по себе является полностью последовательной а путешествия во времени как раз встроены в эту последовательность и это то что происходит в интерстелларе на этом построен сюжет данного фильма я ни в коем случае не хочу делать спойлеры но он никак не может не уйти из комнаты дочери и кстати то же самое происходит по сюжету в бойне номер пять курта ванегута где история разворачивается на фоне второй мировой войны с путешествием во времени но я думаю что идея курта заключалась в следующем брайан поправь меня если я ошибаюсь но мы всегда рождаемся мы всегда умираем и всегда влюбляемся ходим в школу и на линии времени ты просто присоединяешься к тому или иному отрезку и проживаешь его еще раз на дне рождения стивена хокинга нет это был день рождения кипа торна когда тоже велась запись как сейчас когда мы с тобой нил ведем научные беседы так вот я думаю это был 60-летний юбилей и стивен взял слово и конечно же это было запечатлено потому что он выдающийся человек и он сказал что интерес кипа к путешествиям во времени через тоннели значительно растет потому что он становится все старше это потрясающе просто великолепно чак я думаю что это наш уже третий вопрос давай посмотрим сможем ли мы ответить еще на несколько да следующий вопрос от кэтрин солярины море которая спрашивает уважаемый доктор тайсон доктор кокс и прекрасный лорд я надеюсь что вы слышали о том что упоминал на своем youtube канале доктор копс касаемо того что время и пространство не является тем откуда все появилось но тем что само произошло из чего-то более масштабного и более глубокого это идет из первоначального изучения черных дыр и я бы сказал что все похоже на то что пространство и время произошли из квантовой запутанности ранее мы уже говорили о запутанности но мне следует пояснить что это такое можем выделить на это одну минуту конечно представьте что у вас есть монеты и вы можете вращать их и монета может падать орлом или решкой вверх так вот а теперь представьте что у вас есть две квантовые монеты и вы разносите их на огромное расстояние и на них также выпадает орел или решка каждый 50 процентном случае что является абсолютно нормой но особенность будет заключаться в том и было проведено множество экспериментов доказавших это что они никогда не будут выпадать одновременно орлом или решкой у них всегда будут разные если на одной орел то на другой решка и мы получаем подобное квантовое состояние что и называется запутанностью таким образом словно вся информация распределена между этими двумя монетами так что они не могут вести себя как отдельные частицы они всегда словно соединены друг с другом даже находясь на огромном расстоянии это и называется запутанностью потому что они являются не только монетами но и волнами которые знают друг о друге даже за пределами того где их углы переворачиваются возможно это то в чем я заблуждался все эти долгие годы нет нет все правильно и самый лучший способ объяснить это состоит в том что это все является единой системой имеющей одну структуру но там также есть и волновая функция да да потому что цепочка идет орел и решка плюс решка и орел это является примером волновой функции для технарей это то же самое что один поделить на корень из двух ты зашел слишком далеко на волнах ты еще удерживал мое внимание на корнях ты меня потерял так или иначе это и есть система запутанности если все-таки углубиться то там есть термин который возводится в квадрат волновой функции поэтому тебе нужно добавить корень из двух чтобы когда потом ты возведешь все в квадрат у тебя была половина да и тогда я получу 50 на 50 да это было то что он не сказал да это амплитуда это запутанности это вещь из фундаментальной квантовой механики и она широко нами используется в технологии квантовой криптографии поэтому это действительно важно это то как работает вселенная и как я уже упомянул эта идея о том что способность червоточин объединять вещи мы также можем интерпретировать как глубокую связь запутанности пространства это современный взгляд на данную проблему я думаю справедливо еще раз отметить что большинство физиков скажет вам что квантовая запутанность это нечто фундаментальное и важное для нас так что сейчас мы приходим к мнению что у вас есть теории из квантовой механики из квантовой области и что в реальности именно квантовая запутанность может порождать космос однажды я слышал прекрасную фразу о запутанности которую будет не лишним упомянуть запутанность это как клей который удерживает все вместе поэтому запутанность это то что напрямую связано с пространством и следовательно со временем но это менее очевидно это будет следующим научно-популярным рубежом поскольку в последних сериях доктора стрэнджа уже появились мультивселенные по которым он путешествовал через портал и очевидно используя червоточины поскольку он делал вот так руками поэтому дальше я думаю пойдет углубление непосредственно в саму суть пространства и времени ждем с нетерпением чак у нас осталось не так много времени поэтому я думаю пора переходить в более легкий режим да давайте прольем свет вместе с линдол фриз которая спрашивает уважаемый доктор дайсон доктор кокс и чак существуют ли параметр границы вселенной и где относительно данной границы расположена земля или млечный путь находимся ли мы далеко или близко от центра вселенной из чего мы взяли что вселенная расширяется может просто наши инструменты работы становятся более оснащенными итак нам нужен на это здравый ответ брайан хорошо мы не находимся в центре всей вселенной но мы находимся в центре наблюдаемой вселенной потому что это тот кусок который мы можем видеть но вселенная намного больше этого горизонта и она может быть бесконечно по своей широте но мы не знаем но я думаю что она намного больше чем тот участок который мы можем видеть поэтому мы не являемся центром вселенной это может быть бесконечная вселенная мы понимаем что вселенная расширяется очень простым способом мы смотрим на свет от дальних объектов и этот свет растягивается и объяснение очень простое свет это волна которая путешествует через расширяющиеся пространство и в ходе данного пути она растягивается у нас есть самые основные наблюдения которые были получены хабблом хаббл это человек верно эдвин он выяснил что чем дальше от нас находится объект тем больше растягивается его свет достигая нас и это именно то что ты ожидаешь при условии расширения пространства но по правде говоря равномерный коэффициент постоянно меняется например сейчас вселенная расширяется быстрее чем раньше хорошо а что если я захочу поехать прямо к горизонту скажу чак выдвигаемся завтра то что мы увидим вы увидите ту же вселенную что мы знаем да вы можете поехать горизонту посмотреть вокруг и обнаружить абсолютно единообразную вселенную с таким же распределением галактик и звезд тогда получается что мы всегда везем горизонт за собой да вот хороший пример если вы плывете горизонту на своей лодке который находится в 20 или неважно сколько милях от вас возможно я сказал неверную цифру сейчас плоскоземельщики заорут вот видишь ты не знаешь итак у нас есть горизонт неважно как далеко от нас он намного ближе 20 миль так вот ты подплываешь горизонту и ты видишь океан ты подплываешь с другой стороны и снова видишь океан то же самое с нашей вселенной да это можно сравнить с подъемом в горы ты едешь на велике вверх ты смотришь на макушку и она кажется острой но когда ты оказываешься на самом верху то понимаешь что они ничем не отличается от всей горы итак давайте перейдем к вопросу аллейн бредо возможно это будет последний вопрос на сегодня продолжай приветствую вас нил чак и профессор кокс у нас есть электронные микроскопы для исследования более маленьких вещей чем с обычными световыми микроскопами думаете ли вы что кто-либо сможет изобрести кварковый микроскоп с помощью которого мы сможем изучать еще более маленькие объекты или стать ближе к так называемым струнам о которых фантазируют теоретики потрясающий вопрос давайте я вкратце объясню обычные микроскопы используют видимый свет видимый свет имеет волны определенной длины поэтому если вам интересно то микроскоп с видимым светом не может видеть ничего меньше чем длина волны на которую он настроен потому что свет будет просто размывать объект не сможет фокусировать на нем телескоп то время как электронный микроскоп используют рентгеновские лучи потому что в некоторых случаях электроны и рентгеновские лучи это одно и тоже и вы можете излучать электроны чтобы получить такой же уровень энергии как и у рентгеновских лучей рентгеновские лучи имеют очень маленькую длину волны с помощью чего мы можем захватывать куда более маленькие объекты, чем при помощи видимого света. И похоже, что спрашивающие знают все эти моменты, поэтому идем дальше. Есть одно потрясающее фундаментальное замечание, которое можно здесь вставить, и оно снова отсылает нас к черным дырам. Мы можем снять тяжелый груз с плеч, поскольку квантовая механика позволяет нам думать о свете как о волне или же как о потоке частиц под названием фотоны. И когда мы уменьшаем длину волны, то энергия фотонов возрастает. И это самые основы квантовой механики. Чем меньше длина волны, тем больше энергия. Поэтому мы приходим к выводу, что если мы хотим изучать все более и более мелкие объекты, то, что на самом деле мы делаем, мы создаем черную дыру, потому что ты добавляешь так много энергии в крошечный кусок космоса, что формируется черная дыра. Если ты добавишь еще больше энергии, то черная дыра начнет расти. И закончится все это обратным процессом, потому что в ходе роста черной дыры ты получаешь все меньше и меньше разрешения. Поэтому существует предел в отношении того, насколько крошечный объект мы можем изучить. Постой-ка, я прерву тебя здесь, потому что Чак это не сделал. Ты продолжил говорить после того, как ты сказал, ну сначала мы создаем черную дыру. Если мы будем добавлять все больше и больше энергии, вообще-то это звучит очень опасно. Это согласно теории. А, так это мысленный эксперимент. Но вы поняли основную мысль, что если вы попытаетесь впихнуть большое количество энергии в маленький участок пространства, что необходимо делать, если вы хотите разглядеть маленькие объекты, у вас должно быть большое количество энергии и маленькая длина волны, потому что мы используем фотоны с более высоким уровнем энергии. Верно, это также могут быть электроны. Затем вы достигаете того момента, когда уже начинает формироваться черная дыра. Но мы не сможем это определить, поскольку наш микроскоп уже будет засасан внутрь или потому что ты уже будешь мертв. У вас будет меньше разрешения. Леонард Саскин писал об этом. Не беря в расчет те факты, что ты будешь мертв и уничтожишь всю землю, ты получишь меньше разрешения на своем микроскопе. Этого не произойдет, потому что это будет крошечная черная дыра, которую вы даже не заметите, за исключением того, что вы просто перестанете ее видеть. Вы уже не сможете наблюдать за крошечными объектами. Я думаю, Саскин назвал это ультрафиолетовым инфракрасным соединением. Но это является фундаментальным свойством Вселенной. Черные дыры не дают вам изучать бесконечно маленькие объекты. Ох уж эти досадные черные дыры. Но это является фундаментальным, еще раз повторюсь, это указывает нам на фундаментальную физику и возвращает нас к вопросу пространства и времени. Я думаю, здесь нам пора завершить. Это был отличный разговор про Вселенную. Брайан, я знаю, что ты есть в Твиттере. Где еще тебя можно найти? Потому что в Твиттере ты проф Брайан Кокс. Я также есть на Фейсбуке, но по большей части я использую именно Твиттер. Я не знаю, почему. Просто привычка. Да, он быстрый и просто в использовании. Брайан, я всегда рад тебя видеть и слышать. Будем оставаться на связи. Чак, я тебя обожаю. Я тебя тоже, Нил. А с вами был Нил Деграй Стайсен, ваш личный астрофизик. И как обычно, желаю вам всегда смотреть наверх. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000.